всем всем привет ну что мы с вами продолжаем изучение творчества антона павловича чехова анализировать его рассказы мы продолжаем и конечно теперь переходим к рассказу тоска как вы уже поняли наверное из названия этот рассказ будет но наверное не похожим на предыдущий рассказ особенно рассказать чиновниках а помните говорила что у чехова есть рассказы о чиновниках у него есть рассказы о любви и внутренней несвободе духовном оскудении потери себя внутренней силы какой-то духовной а есть рассказы об одиночестве то есть это рассказы которые несколько ироничные несколько трагичные почему потому что герои этих рассказов они показаны совершенно одинокими во все целый в целой вселенной и не все здесь конечно смешно есть и доля грустиночки а давайте с вами читая будем его разбирать отметим у этого рассказа есть эпиграф кому повем печаль мою что это значит кому поведаю свою печаль на то есть вот такой вот риторический вопрос здесь кому же я могу поведать о своих печалях давайте посмотрим итак вечерние сумерки крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыше лошадиные спины плечи шапки мы сразу пейзаж сумерки снег лениво кружится крупный мокрый неприятный чувствуется что нас подготавливают список с помощью пейзажа конечно же описывая природу описывая вот этот вечерний город и снег нам показывают что все здесь как будто бы умиротворенно но при этом как-то нагнетающе умиротворенно главный герой извозчик иона извозчик иона потапов весь бел как привидение тоже интересное сравнение не как человек которого просто засыпало снегом а как привидение привидение обычно никто не замечает друзья а это значит что и окружающие их люди тоже не замечают он согнулся насколько только возможно согнуться живому телу сидит на козлах и не шевельнется упади на него целый сугроб то и тогда бы кажется не нашел нужным стряхивать себя снег его лошаденка тоже белая неподвижна своей неподвижностью угловатостью форм и полкообразный примезной ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку она по всей вероятности погружена в мысль интересно лошадь которая погружена в мысль и главный герой тоже согнулся насколько это возможно сидит на козлах и не шевельнется о чем-то задумался то есть нас есть два живых существа которые о чем-то задумались причем интересно что здесь и герой задумался и лошадь задумалась это как бы ставится в одну линию достаточно странно да что и он и задумался лошадь задумалась ставить это в один ряд наверное не то что странно иронично кого оторвали от плуга от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут полный чудовищных огней неугомонного треска бегущих людей тому нельзя не думать речь идет о лошади и он и его лошаденка не двигается с места уже давно выехали они со двора еще до обеда а почина все нет и нет но вот на город на город спускается вечерняя мгла бледность фонарных огней уступает свое место живой краски и уличная суматоха становится шумнее то есть город оживает извозчик на выборскую слышит иона извозчик она вздрагивает и сквозь ресницы облепленный снегом видит военного в шинели с капюшоном на выборгскую повторяет военный что спишь что на выборгскую и иона как будто бы в знак согласия до дергает его же отчелся спины лошади с его плечи свеклица пласты снега военный садится в сане извозчик чмокает губами вытягивает по лебединому шею приподнимается и больше по привычке чем по нужде машет кнутом лошаденка тоже вытягивает шею кривит свои полкообразные ноги не решительно двигается с мест интересно здесь сходство смотрите его в портрете этих образов до иона который везет себя несколько как лошадь до лошадь которая тоже о чем-то призадумалась также как иона это вот необычно пока оставим до эту мысль куда прешь леший на первых же парах слышит иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы куда черти несут право держит ездить не умеешь право держи сердится военный броница кучерская с кареты злобно глядит и стряхивается рукава снег прохожий пробегавший дорогой налетевший плечом на морду лошаденки ионы ерзает на козлах как на иголках тыкает в стороны локтями и водит глазами как угорелый словно не понимает где он и зачем он здесь какие все подлецы острит военные так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть то не сговорились и он оглядывается на седока и шевелит губа как лошадь хочет он по-видимому что-то сказать но из горла не выходит ничего кроме сипения что спрашивает военный и он и кривит улыбкой рот напрягает свое горло сипит а у меня барин того сын на этой неделе помер а чего же он умер и он оборачивается всем тулущим к седокой говорит а кто ж его знает должен от горячки три дня полежал в больнице и помер божья воля сворачивай дьявол раздается в потемках повылазила что ли старый пес гляди глазами поезжай поезжай говорит седок и так мы и до завтра не доедем подгони к извозчик опять вытягивает шею приподнимается из тяжелой грации взмахивает круто несколько раз потом оглядывался на седока но тот закрыл глаза и по-видимому не расположен слушать высадив его на выборскую он остановился остановился остановили войцу трактира сгибается на козлах и опять не шевельнется мокрый снег опять красит на белой его и лошаденку проходит час другой про туту по тротуару громко стуча калошами и перебраниваясь проходят трое молодых людей двое из них высокие тонкие трети мал и горбат извозчик полицейскому мосту кричит дребезжащим голосом горбач троих 2 гривен и иона дергает уважами и чмокает 2 гривен и цена не сходно но ему недоценны что рубль что пятачок для него теперь все равно были бы только седоки молодые люди толкаясь из сквернословия подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье начинается решение вопроса кому двум сидеть а кому третьему стоять и после долгой перебранки капризничая и поприка поприкая и попреков приходит к решению что стоит должен горбач как самый маленький ну погоняет и бежит в горбач устал устал устанавливаясь и дыша в затылок ионы лупи да и шапка же у тебя брать хуже во всем петербурге не найти хочет и он какая есть вот и какая есть погоняя так ты всю дорогу будешь ехать да а по шее голова трещит говорит один из длинных вчера у думка массовых и мы вдвоем с васькой четыре бутылки коньяку выпили не понимаю зачем врать сердце сердится другой длинный врет как скотина накажи меня брок бог правда это такая же правда как то что вошь кашляет ухмеляется иона веселый господа тьфу чтобы тебя черти возмущается горбач поедешь ты старая холера или нет разве так ездит хлопотника и и кнутом но черт но хорошенько и она чувствует за своей спиной вертящиеся тело и голосовой дрожь горбача он слышит обращенный к нему ругань и видит людей и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди и так мы с вами видим что уже и он и иона не такой простой герой да то есть это герой конечно одинокий герой который переживает трагедию и это сет эта трагедия не может поделиться ни с кем барин который не слушает его эти молодые люди которые конечно же тоже не их не интересует вообще иона здесь вот интересно что произойдет дальше во что эта тоска выльется ведь кому-то же нужно было это рассказать кто бы понял иона и он горбач бранится до тех пор пока не давится вычурным шестиэтажным ругательством не разражается кашлем длинный начинает говорить о какой-то надежде петровне и он оглядывается на них дождавшись короткой паузы наглядывается еще раз и бормочет а у меня на этой неделе того сын помер все помрем вздыхает горбач вытирая после кашля губы ну погоняй погоняй господа я решительно не могу дальше так ехать когда он нас довезет а ты его легонечко подбодри в шею старая холера слышишь ведь шею накостыляю с вашим братом церемониться так пешком ходить ты слышишь мей горыныч я тебе плевать на наши слова иона больше слышат чем чувствует звуки подзатыльника смеется он веселые господа дай бог здоровья извозчик ты женат спрашивает длинный яд веселые господа теперь у меня одна жена сырая земля хи хо хо могила то есть сын-то вот помер а я жив чудное дело смерть дверью обозналась за место того чтобы ко мне идти она к сыну и он оборачивается чтобы рассказать как умер его сын но тут горбач легко вздыхает и заявляет что слава богу они наконец приехали получив 2 гривен и иона долго видит след гуляком исчезающим в темном подъезде опять он одинок и опять наступает для него тишина утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой глаза иона тревожные мученически бегают по толпам снующим по обе стороны улицы не найдется ли из этих тысяч людей хоть один который выслушал бы его по толпу бегут не замечание вот ни его не тоски он же похож как на привидение и тоска громадная не знающие границ лопни грудь и он и вылез из нее тоска так она бы кажется весь свет залила но тем не менее ее не видно она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу что ее не увидишь днем с огнем и он на виде дворника с кульком и решать заговорить с ним милый который теперь час будет спрашивает он десятый чего же стал здесь проезжай иона отъезжает на несколько шагов изгибается отдается тоске обращается обращаться к людям он считает уже бесполезным но не приходит и пяти минут как он выпрямляется встряхивает головой словно почувствовал острую боль и дергает воже ему не в моготу ко двору думает он ко двору и лошаденка точно поняв его мысль начинает бежать рысцой спустя часа полтора и он и сидит уже около большой грязной печи на печи на полу на скамьях храпит народ в воздухе спирали духота и он и глядит на спящих почесывается и жалеет что так рано вернулся домой и навес не выездил думает он от того то вот и тоска человек который знающий свое дело который сам сыт и лошадь сыт а завсегда покоен в одном из углов поднимается молодой извозчик сонно крякает и и тянется к ведру с водой пить захотел спрашивает иона стал быть пить так на здоровье а у меня брат сын помер слыхал на этой неделе в больнице история иона смотрит какой эффект произвели его слова но не видит ничего молодой укрылся с головой уже спит сарик вздыхает и чешется как молодому хотела спить так ему хочется говорить скоро будет неделя как умер сын а он еще путем не говорил ни с кем нужно поговорить с толком с расстановкой надо рассказать как заболел сын как он мучился что говорил перед смертью как умер нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника в деревне осталась дочка аниси и про нее нужно поговорить да мало ли о чем он может теперь поговорить слушатель должна охать вздыхает причитать от бабами говорить еще лучше и мы с вами видим здесь но человеческую слабость мы видим человеческую человеческое одиночество тоску и слабость все-таки потому что и даже чехов наверное немножко иронизирует над ионой ведь ему нужно жалость с другой стороны а кому из нас бывает не нужна жалость в какие моменты мы не бываем слабы и не хотим этой жалости те хоть и дуры но ревут от двух слов пойти лошадь поглядеть думает он спать всегда успеешь небось выспишься он одевается и идет на конюшню где стоит его лошадь думает он обо все оси сеней о погоде про сына когда один думать он не может поговорить с кем-нибудь о нем можно но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко жуешь спрашивает ион свой лошадь видя блестящие глаза ну жуй жуй коль на овес не выездили сено есть будем да старушей стал я ездить сыну бы ездить они мне то настоящий извозчик был жить бы только его намолчит некоторое время продолжает так то брат кобылочка нет кузьмы ионыча приказал долго жить взял и помер зря теперь я скажем у тебя жеребеночек и ты этому же ребеночку родная мать и вдруг скажем этот самый жеребеночек приказал долго жить ведь жалко лошаденка живет слушает и дышит на руки своего хозяина и он увлекается и рассказывает ей все и так мы с вами закончили это конец рассказа вам даже его читать теперь не придется уже подметили некоторые моменты мы видим что главный герой который переживает трагедию трагедию одиночество тоску тоску по как раз и в связи с одиночеством тоску по сыну который умирает слишком рано и конечно же нет места куда бы приткнуться и он и и они да потому что никого в него не осталось только мать сыра земля мы видим что в пространстве города не находится ни одного человека который мог бы ему посочувствовать и здесь интересно что даже на уровне пейзажа на уровне деталей даже портретных деталей каких-то деталей в пейзаже психологических приемах мы видим что показана все больше отчужденность ионы от мира людей и эта отчужденность какая тоска безусловно отчаяние приводит его к лошади лошади которая меньше всего могла стать собеседником но тем не менее она становится этим собеседником и так мы с вами прочитали рассказ некоторые моменты обговорили и в следующем уроке мы продолжим с вами анализ этого маленького произведения обязательно посмотрите потому что есть некоторые моменты которые я хотела бы отметить это еще не конец вот всем большое спасибо за внимание с любовью к литературе пока пока